доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 17 февраля 2023 года день недели пятница с которой вас всех поздравляю опять наступают два бесконечных выходных дня а сегодня у нас еще при том не просто пятница у нас сегодня последняя рабочая пятница на этой неделе последняя рабочая пятница в этом месяце и последняя рабочая пятница этой зимой по крайней мере календарной так как 24 февраля у нас государственный праздник день независимости поэтому сокращенная неделя в виде четырех дней и трех выходных подряд это просто фантастика ух как и любите выходные за бортом у нас порядком четырех градусов жары и ровно 20 часов думаю вечер не надо добавлять пройдемся сегодня с вами через круг миру и поедем через балтии в сторону балтийского вокзала и оттуда до дома немножко другим маршрутом который мы ездили но по крайней мере не в этим февралем что хочу сказать по погоде погода у нас классная держится плюсовая температура и хоть днем есть такая знаете что-то а я морозь мелкий дождик такой да но мне это не мешает ухты пешеходы вот да окей принципе все нормально мне это не мешает а сейчас смотрю к вечеру даже подсох асфальт и ощущение уже такого знаете приближение весны вот чувствуется вот сейчас чуть-чуть и будет и будет тепло будет солнце и будут становиться дни длиннее что хочу сказать насчет длинных дней с утра сейчас едешь на работу светло возвращаешься с работы светло естественно а это добавляет большого позитива и оптимизма в наше нестабильное будущее так проскочим конечно проскочим феррари как я говорил у нас в начале марта в начале следующего месяца выборы в парламент парламент у нас называется риги когу когда-то по самому началу в прессе на русском языке писалось государственное собрание потом сказали нет надо имя собственное вот так и писать как риги когу не знаю с каких годов пишем риги когу но если сказать парламент тоже не ошибемся и так выборы в парламент я естественно как гражданин буду участвовать голосую я уже на протяжении ух ты какой там болт настырный прямо целует меня почти в зад машины естественно я голосую за одну партию какую говорить не буду вот к чему это все усилилась у нас реклама партий веселых людей на этих плакатах на этих баннерах с обещанием чего-то но думаю еще неделька их будет начинать но начнут убирать хотя бы затем скажу любом случае как-то все вяло происходит у нас даже как его называется каждый год не каждый выбор и выходит какая-то грязь на партию в этом году даже грязи как-то мало выливается в прессу или мне это кажется может быть это мне просто кажется так еще что я заметил что в зависимости от района преобладает реклама конкретных партий в районе где живу одна властная другая по случаю как раз там я очутился но как этим хотел сказать дизайнером этим пиарщиком виднее куда что им вставить я просто сделал такое скажем такое не замечание как это наблюдение вот что касается в общем я не знаю новости у нас никакие но визуально вижу строится таллинн строится краны есть дороги перекрывают мы можем перекрывают не в строительство почему и другому но нет стройки все-таки есть и даже проекты есть так что если ничего не произойдет экстраординарного что чего мы все точнее многие многие ждут то у нас будет тоже все хорошо так пишу кстати сегодня видео уже в третий раз потому что два раза я ныл вот тупо вот мыл на камеру решил в этот раз и сейчас уже вечером когда возвращаюсь домой не ныть на нее не знаю получится или нет почему потому что темы все закончились кстати можете насладиться красивым танином и оба мои видео что было с утра что с вечера я снимал уже еще при свете дня вот будет теперь на другой черный вот в темноте думаю что вы не обиделся и так о чем я ныл вы знаете эту тему я уже поднимал как-то мне кажется что раньше по крайней мере год назад еще я мог быть уверенным в своем будущем и мог строить какие-то планы реально жить в эстонии это стабильно сейчас я не знаю это глобально или только какие-то отголоски и тут в частности на меня я не могу планировать свое будущее вы знаете причину не то немножко пугает реально пугает это меня давит это мне не нравится и я хочу вернуться обратно назад куда не скажу да нет стабильность конечно не знаю чем это закончится надеюсь ничем плохим не закончится хотя скажем так давайте скажу на чистоту я начиная мне кажется понимать что институт государства точнее государство своими институтами живет в стабильности только когда наступает какие-то форс-мажоры война катастрофы мне кажется государство плюет на людей в общем конечно он старается помочь но человеку надо не через год не через два месяца а сейчас помощь нужна и и перестают работать хотел суммечные институты конечно институты тоже в виде полиции и так далее ну что у нас кто занимается спасатели помощью занимаются что у нас кто еще какие-то волонтеры наверняка помогают людям какие-то социальные структуры да ты что-то насыпали всего учет еще у меня здесь бульбык сказала то ли телефон более камеры на чем остановились до скажем мы не будем касаться плохой темы да я хочу привести пример вот то что вас хорошую тему да ну что же я говорю не хочу касаться этой темы которые большинство людей кто меня смотрят и касается давайте затронем на пушку ту же самую турцию до что случилось случилось то большая нехорошая катастрофа да и мне кажется государство не справляется смотрите туда поехали люди со всех стран помогать точнее не хватает у нас ресурсов сейчас этим людям надо какое-то жилье еду и стараются все помочь старается те помочь то что в новостях читая страны да и что у нас на выходе все государство встало конечно со временем это все наладится но в данный момент она беспомощна точно так же при каких-то других глобальных изменениях я сейчас высказываю все что сказано это мои мысли какие такие глобальных изменениях она мне кажется беспомощна государство должно быть все спокойно хорошо стабильно вот тогда все работает работает полиция работает тому налога налоговая таможня социальные сферы и так далее может быть я ошибаюсь ошибаюсь поправьте если сможете чего-то все тут такую демагогию развел развод того что я понимаю что если может что-то случиться да то только я сам себе смогу помочь как бы помощи ждать нет и самое что обидное я не могу каким-то спланировать что мне делать данном случае почему-то что также какие государства я привык жить в спокойствие привык планировать я планирую меня планы были на 10 лет вперед хорошо с прошлого на 9 сейчас только на 8 лет вперед это они уже у меня они у меня все крушатся ломаются и надо как бы не то чтобы их не слово выкручивать надо уже всех передел уже не один раз за этот год я поменял планы думал так лучше так лучше но к сожалению в экономике особо не разбирать не разбираюсь там я попал здесь я попал учусь тоже учусь выживать новых условиях как-то так на не надеюсь я выразился правильно мы с моим поняли надеюсь что по крайней мере у нас руководители стране умные на то они и руководители знают что делают рассчитываю я на них надеюсь что также стабильно они будут и дальше руководить а на выхлопе все посмотрим кстати говоря парламентские выборы это будет из показателей вообще на что люди потому что я надеюсь что в эстонии еще выборы демократичные и и действительно это воде изъявления народа они ну вы меня поняли да мы не будем переходить на личности как-то так партий реально у нас многое до самого конца до самого как его называется окончании выборов когда все эти голоса подсчитаны до конца подсчета голосов все на сто процентов еще не уверены кто победит если есть какая-то в этом возможно это мне кажется знаете может возможно кажется может со стороны виднее но мне кажется все таки что интрига до конца отчета голосов сохраняется и мы не знаем кто возьмет большинство в парламент по крайней мере миссии так казалось надеюсь на партии за которую я буду голосовать я не скажу какая минимум будет второй хотя я рассчитана потом я скажу я сейчас вроде бы никакой политики не затронула просто затронул то что происходит то что я вижу по моему мнению то что я вижу и так вот скажем так мой мозг мои эмоции на это отрабатывает к сожалению эмоции отрабатывают хорошо мозг пока не как надо его немножко трясти заработал очень интересные люди о которых я говорил позапрошлом видео ну точно интересно вот когда это все нормально все хорошо два выбора будет и не у нас будет плохо тогда тебе ничего не поможет она будет хорошо тогда чего переживать сейчас а вот я вот переживаю я вот такой человек что происходит что-то я должен это спроецировать на себя как на меня это скажется но как на меня вы понимаете я на моих близких на мою семью и как это я могу подстраховать с разных сторон вот так вот здесь баннеров понавесили две разные фирмы с левой стороны еще две фирмы две разные парни с левой стороны еще на каждой остановке на вас смотрит какой-то кандидат кто-то хороших это наш кандидат мой кандидат эти пусть смотрят а вот те пусть не смотрят сегодня кстати говоря был спортзале и года наверно полтора назад вижу мужик в возрасте со 60 лет я бы суши где-то я вас видел где-то грудь видел вас у меня на меня реально на визуальная память очень хорошая перечислил все места где работал он будет нет нет ну то моряк там типа был гонит для мария сочная я далек от моря проходит полтора года и от сегодня слышишь говорит он я тебя вспомнил где мы тебя видеть ты вспомнишь маяка а я реально где-то так 90-х до 90 наверно шестого вру 90 наверно пятого шестого седьмого года работал подсобник в магазине своих родителей вот и это человек там пришел а приходил отоваривал с товаром на свой бизнес ему тогда было 36 лет вся эта история вообще 30 лет недавно 30 лет где-то в голове файлик такой мозгах сидит который помнит этого человека ну не вспомнить из какого альбома он не сильно помнил мужику 66 лет где тебя вспомнил что вот и бит это было еще тебе было лет 13-14 но беда говорю наверно 12-13-14 лет тогда было вот просто такая история интересная теперь больше мучиться не буду когда я его буду видеть по бензину по бензину у нас чушь-кешево евро 73 за литр 95 а я приехал дом место что я пожелаю всем мира добра уважения друг другу остался на дорогах тема спокойного города как наш дарин и действительно мне хорошее настроение я очень многие кое-какие свои финансовые проблемы подразрешил на поза прошлой неделе на прошлой неделе она это и уже полностью я вижу как они решились мне это это мне дало какие-то но положительные эмоции реально стало намного легче аж дышать дышать стало легче вообще все стало прекраснее намного так на сегодня все и Продолжение следует...